Департамент жилищно-коммунального хозяйства Запорожской области провел селекторное совещание с главами территорий по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства региона. Во время обсуждений говорили о неплательщиках, а также решали проблемы экономии газа. Подробности в следующем сюжете. Расчеты населения за прошедшие два месяца значительно сократились, отмечают на селекторном совещании. На это есть свои причины. Главное из них – увеличение тарифов. И добавляют, в целом в течение прошлого года уровень оплаты за коммуналку немного ниже, чем в 2013 году. То, что касается увеличения тарифов, к сожалению, это существующая реальность, с которой нам придется мириться и работать дальше. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на продолжение активной работы по сбору платежей от населения и как следствие оплаты за потребленные энергоресурсы, зарплаты и все остальное. Среди должников прежде всего выделяют Бердянский, Вольнянский, Запорожский и Каменко-Днепровские районы, а также Бердянск и Токмак. Что касается перерасхода газа, на первом месте – Запорожье. Одни из последних – Днепрорудное и Мелитополь. С каждым днем растет и долг по оплате электроэнергии. Добавляют на сегодняшний день более 50 миллионов гривен. Единственное предприятие, которое снизило задолженность по электроэнергии – это водоканал город Мелитополь, за что ему большое спасибо. Учитывая такие плохие показания в целом, в Украине, в частности в Запорожской области, планируют уменьшить потребление газа при производстве тепла на 50% или более чем на 4 миллиарда кубометров. Что касается оплаты за ЖКХ, районы отсчитались перед областью. За счет экономии надеются выйти на должный уровень.